До Нового Года остается меньше полутора месяцев, и все мы, конечно же, хотим в этот чудесный праздник выглядеть идеально. Но бывает, что мешают неидеальные пока, неидеальные вторые подбородки. Реально ли от них избавиться сейчас и навсегда? Узнаем сегодня у диетолога-гастроэнтеролога Дениса Фуголя. Доброе утро, Денис. Доброе утро. Давайте будем реалистами. Реально ли за столь короткий промежуток все, что мы копили годами, сбросить перед Новым Годом и предстать в обличии звезды? Чтобы сохранить при этом еще и здоровье, это нереально. Можно убрать, но будет ли это с пользой для организма, вот здесь я сомневаюсь. Что мы можем сделать сейчас, чтобы и выглядеть хорошо, и здоровье не потерять? Ну, элементарно, чтобы нам как-то подкорректировать свой внешний вид, здесь в большей степени помогут физические нагрузки и массаж. Чтобы как-то маленько подтянуть кожу, изменить мышечный тонус, чтобы подтянулись наши обвисшие немножко мышцы. А вот реально убрать вот такие вот жировые накопления, жировые наложения за столь короткий срок просто одной диеты невозможно. Ну, значит ли это, что нам сейчас срочно нужно бежать в спортзал, проводить там часы времени, или как подойти к этому, опять же, разумно? Сколько раз в неделю должны быть эти тренировки? Физическая нагрузка вот такая вот, достаточно интенсивная, должна быть, ну, не больше трех раз в неделю. Потому что усиливается метаболизм, изменяется метаболизм, и организм начнет все-таки испытывать стрессовые на себе влияния. А если мы еще при этом будем соблюдать диету, то это будет двойная нагрузка на организм, и сформируется обратный эффект. Мы можем похудеть к Новому году, но потом, после новогодних праздников, когда мы вдруг резко перестанем всем этим заниматься, мы получим эффект бумеранга. Когда все потерявшиеся килограммы и все потерявшиеся лишние отложения вернутся с торицей, и еще дополнительно приведут за собой к большему накоплению. Что бы Вы порекомендовали? С чего начать сейчас, чтобы и здоровье не потерять, и выглядеть хорошо? Во-первых, хочется сказать, что вот такое стрессовое похудание не надо никогда начинать, поэтому если уж соблюдать диету и физические нагрузки, то они должны быть регулярными, чтобы поддерживать свой организм и свое тело в хорошей форме. Поэтому вот на данный момент что можно порекомендовать? Все-таки ограничить количество сладкого, потому что мы люди, которые любим рафинированные углеводы, мы любим пироженки, торты, конфеты, вот эти вот моменты, они в большей степени опасны для нашей фигуры, чем какая-то жирная пища и белковая пища. Это совсем исключитель? Если очень хочется, то можно. Я думаю, совсем исключать вообще никогда не надо, а вот ограничить, да, вот для того, чтобы организм получал определенное удовольствие от данных продуктов, и плюс... Что значит ограничить? Некоторые ограничивают, вычеркивают там, не знаю, на месяц своего меню, кто-то кушает только в обед, до обеда вернее. Как правильно ограничить? Пусть это присутствует в ежедневном рационе, но только порция уменьшится раза в три. Того сладкого, которое привык человек есть раньше. Хорошо, мы не едим сладкое. Что нужно кушать? Кушать нужны крупы. Это основной источник наших калорий, нашего питания, потому что это содержит сложные углеводы, дающие чувство более длительного насыщения. Если чувство насыщения сохраняется продолжительно, то мы будем меньше перекусывать. Меньше перекусывать – это меньше употреблять сладкого, потому что основные перекусы у нас осуществляются за счет кондитерских изделий. Конфетку, печенька, чай с пироженкой. По ходу шли мимо вазочки, развернулись, ели конфетку. Поэтому, если мы будем сыты, мы этого делать не будем. Что еще нужно кушать? Это обязательно мясная пища и рыба, потому что это источник белка. Это будет поддерживать наши мышцы в определенном состоянии. Если мы еще дадим физическую нагрузку, то это будет способствовать как раз тому, что они начнут приходить в тонус и поддерживать вот эту хорошую форму. Самое интересное, что грустно-то от этого не будет. Да, плюс белковая пища – это тоже источник аминокислот, которые будут обеспечивать чувство сытости. Денис, вот говорят, во сне теряются калории. Может ли здоровый сон заменить тренировки? Количество сна должно быть оптимальным. 8 часов физиологического сна. Потому что, когда человек не высыпается, он пытается скомпенсировать недостаток сна именно поеданием чего-то лишнего. Он начинает переедать. Не даром же есть такая вот пословица среди народа – лучше переесть, чем не доспать. О да. Спасибо вам огромное за время этим утром и за полезные советы. Ну что ж, приводим себя в форму правильно. О том, как это сделать, к Новому году мы говорили с диетологом-гастроэмпирологом Денисом Фуголевым. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова